Первое спасибо организаторам за то, что я, к сожалению, редко, но в очередной раз в вашем замечательном городе, он мне правда очень нравится, я считаю, что это один из лучших городов, который хоть как-то сохраняет историю культуры, поддерживает ее, несмотря на все сносы в других городах, это идется гораздо более интенсивными темпами. Второе спасибо вам за то, что вы в этот, в общем, свободный день посвятили довольно тяжелой теме этот вечер. И третье спасибо, наверное, туда за то, что еще есть люди, интересующиеся советской историей, что очень важно, потому что проблема нашей страны состоит в том, что мы не рефлексируем и не осознаем свое прошлое. В результате у меня складывается такое ощущение, что история нашей страны и нашего общества, она ходит по кругу, проходит какой-то виток, одевается в новые одежды, делает новые прически, навешивает на себя новую бижутерию, принимает те же самые решения, не извлекая никакого опыта из прошлого. Мои исследования, моя тема и мое сегодняшнее общение с вами посвящено истории Советского Союза, истории архитектурной и градостроительной политики. Я в течение очень многих лет изучаю то, как советская власть пыталась принуждать население страны к нужному ей подневольному труду и требуемому образу жизни. Как она использовала для этого жилище. Жилище как средство управления людьми. Как и зачем советская власть превратила жилище из формы жизнеобеспечения, которое владел человек и его семья, в средство своего управляющего воздействия на огромные массы населения страны. Я об этом сегодня буду рассказывать в контексте той книги, которая издана только что в издательстве «Новое литературное обозрение», которая называется «Градостроительная политика в СССР». Я рассматриваю период с 1917 по 1929 год. От города Сада к ведомственному рабочему поселку. Я буду сегодня рассказывать вам о том, каким образом советская власть сначала приняла идею города Сада, потом трансформировала ее, потом полностью отвергла, а потом совсем уже и запретила. Я буду рассказать о том, почему это произошло, как это произошло, какие были для этого мотивы, в чем было содержание вот этой трансформации жилой среды города как такового от дореволюционного периода к началу индустриализации. Потому что в начале индустриализации произошел еще один слом, и на место ведомственного рабочего поселка пришла доктрина соцгорода. Я надеюсь, что про соцгород я в ближайшее время напишу еще одну книжку, и, может быть, «Новое литературное обозрение» ее снова издаст. Организационное замечание. Если у вас будут вопросы, которые будут возникать по ходу, пожалуйста, поднимайте руку и задавайте их, потому что практика показывает, что невысказанные вопросы, неполученные вовремя ответ, затрудняет дальнейшее понимание. Второе. Если у вас есть возражение, поднимайте руку, останавливайте и возражайте. Уже обычно люди предпочитают это делать в конце, в форме вопросов, превращая их в скрытую форму возражений. Не надо. Скажите, нет, у меня другая точка зрения. Все-таки я с большим удовольствием отнесся бы к моему выступлению как к диалогу. Спасибо большое. Отнесся бы к нашей встрече как к диалогу, и мне было бы это интереснее. Я думаю, вам было бы это полезнее, потому что такое живое общение, оно всегда по-другому формирует коммуникацию. Поэтому, еще раз, вопросы останавливайте, возражения останавливайте. Если дополнение, вот я поняла, вы абсолютно правы, уважаемый Марк Григорьевич. Мне тоже будет приятно это услышать в тот момент, когда вы почувствовали, что я задел своими словами какие-то ваши глубинные переживания и смыслы. Итак, город Сад, жилище для рабочих в дореволюционной России. Начнем с того периода, чтобы были понятны все те перемены, их содержание и смысл, которые произошли в послереволюционный период. В дореволюционной России крупные промышленники, фабриканты, государственные министерства попечительствовали и о своих рабочих, и о своих служащих. Мифология советского периода о том, что в страшных условиях жили рабочие, ютились в подвалах, частично являются правдой. Были и такие. Но при этом почему-то абсолютно умалчивается то, что вот и крупные капиталисты, и не очень крупные землевладельцы, и министры. В общем, заботилась буржуазия о рабочих и крестьянах, и о рабочих и служащих. О крестьянах это я оговорился, это отдельная тема. В тех местах, где располагались фабрики, заводы, они, как правило, располагались на периферии городов, строилось довольно приличное жилище для рабочих. Многоэтажные дома возле возводимых железнодорожных станций, строились поселки для путевых обходчиков, обслуги, управляющих и так далее. При лесозаготовках, при шахтах, при рудниках, везде, где на пустом месте появлялись места приложения труда, и нужно было перемещать туда рабочую силу. Фабриканты, владельцы земленедвижимости и инициаторы возведения этих промышленных предприятий, энергетических станций или транспортных объектов, строили поселения для рабочих. И они были довольно комфортные. Дома в них были, как правило, отдельно стоящие, одноквартирные, иногда они были блокированные, дифференцированные по социальному составу. То есть понятно, что путевые обходчики жили в более простых условиях, какой-нибудь начальник станции имел более крупный дом. То есть социальная дифференциация, как вы это прекрасно понимаете, как это осталось и сейчас, она довольно сильно была выражена в архитектуре. Как правило, присутствовали участки земли для ведения домашнего хозяйства, потому что эти рабочие были вчерашними крестьянами. Маргинальный тип хозяйства, он предполагал наличие садика, огородика, какой-то домашней живности типа скотины. Дома были для служащих, которые в большей степени были оторваны от земли двухэтажными, деревянными, 8-16-квартирными. Довольно активно возводились объекты обслуживания, и они даже сегодня выглядят просто потрясающими. И школы, и больницы, и родильные дома, и спортивные сооружения, и библиотеки. Ну, например, больница для рабочих, одна из магнум фактур. Или больница при фабрике товарищества Ивана Коновалова с сыном. Все это, как вы понимаете, предполагало абсолютно бесплатное возведение и такое же бесплатное обслуживание тех рабочих, которые были задействованы на этих фабриках, заводах, рудниках, шахтах. И прочее-прочее. В родильный дом. И все это не имело никакого отношения к городам-садам, хотя сегодня исследователи почему-то именно это относят к теме город-сад. Так что такое город-сад? Поставим себе этот первый вопрос, и на него ответим. Откуда появилась эта очень модная, особенно сейчас, после перестройки, очень модная идея города-сада, о котором сейчас все заговорили. И что это такое? Город-сад – детище европейской жилищной кооперации. Что это значит? До революции и в Европе, и в России, Россия была неразрывно связана с той капиталистической цивилизацией, которая формировалась в Европе. Она была абсолютно органичным элементом тех процессов, которые протекали во всей Европе. Так вот, и в Европе, и в России жилищная нужда в тот период была крайне острой. Огромная прослойка рабочих и служащих городов не имела возможности приобрести жилье в собственность. Аренда, как и сегодня, это было просто высасывание денег. Как вы понимаете, по сегодняшним ценам можете прекрасно ориентироваться, если у вас нет своего жилья. Вы будете работать только на аренду, и за три года заплатите, там, или за пять лет стоимость, или за десять лет вложите стоимость в квартиры, которую вы могли купить. Очень похожая ситуация была в тот период. Почему городское жилье было столь дорогим, и почему разночинная интеллигенция его не могла приобрести? По той простой причине, что земля находилась в спекулятивной перепродаже. Мне не нужно вам объяснять, что такое. Вы, вон, выгляните за окошком, и вы обнаружите там те же самые процессы. Представители городских дум в дореволюционной России, а это, как правило, на 80-90% были или представители крупного строительного бизнеса, или землевладельцы, принимали решения очень свои корыстно, не забывая о себе. И земля тут же уходила в частную собственность, а потом перепродавалась, поднимаясь в цене. И когда на этой земле городской возникали квартиры, они тоже имели значительно более высокую стоимость, чем жилье, которое строилось либо на периферии городов, либо вообще за их пределами. Абсолютно понятный для вас процесс, все то же самое происходит сейчас. Многие крупные города выносят, предприниматели, девелоперы, выносят новую застройку за пределы города по той простой причине, что там коррупционная составляющая значительно ниже. И стоимость жилья получается посильной для основной массы потенциальных покупателей. Вот для преодоления этой проблемы, повторяю, она была абсолютно идентичной и для Европы, и для России. Возникла идея, первоначально в Европе, а потом она стала очень популярной в России, потому что, повторяю, все то же самое. Эта идея, прежде всего, подчеркиваю это, дальше буду объяснять почему, была не зеленой и живописной, как потом это осталось в рассказах о городе Саде. Она была прежде всего социально-управленческой и финансово-экономической. Что это значит? Расскажу подробно, но сначала маленький фрагмент истории. Немолодой уже человек, по фамилии Эбенезер, имя у него такое было. Который родился в Англии, в семье лавочника, потом работал какое-то время канцелярским служащим, потом уехал в Америку фермерствовать. Дядя на него повлиял, который был фермером, рассказывал много интересного про Америку. Но не занялся фермерством, а работал в газете. Он, как и многие другие люди в этот период, усиленно размышлял о путях улучшения жизни. В этот момент, повторяю, многие люди размышляли о путях улучшения жизни. Вот Маркс Энгельс, например, к этому времени уже свои размышления об улучшении жизни оформили в свои труды. Лаймель Ильич Ленин начинал тоже размышлять в марксистских кружках об улучшении жизни. А вот этот человек по имени Эбенезенера, по фамилии Говард, свои соображения изложил в одной книжке, которую назвал «Города сады будущего» и которую никто не хотел публиковать. Ну, наконец, кто-то из его случайных знакомых отдал живому там 80 долларов или 60, не было. И он издал книжку, которая тут же стала дико популярной и увековечила имя Говарда на века. Вообще в архитектуре и градостроительстве очень редко имя человека, который породил идею, закрепляется во времени. Потому что, в отличие, например, от автомата Калашникова или от стула Макинтоша, город и городская среда, они очень пластичны, подвижны, обладают многими естественными процессами. Даже если вы придумали какой-нибудь там особо оригинальный радиально-кольцевой город с вертикальной доминантой внутри, то потом все равно все это в процессах жизни, строительства приобретает другие формы. И кроме линейного города Сория и Маты и отдельных концептуальных предложений Ле Корбюзье, архитектурные и градостроительные идеи не связаны с именем их создателя. А вот у Говарда получилось по-другому. Вот тот самый редкий случай, когда идея навсегда оказалась в истории человечества, связана с именем ее изобретателя. Так какие же принципы, какие же содержательные моменты этой идеи Говард придумал? Первое. Философско-экологические, как сказали бы сейчас, принципы. Возведение новых поселений должно осуществляться за чертой городов, потому что это позволяет, как я уже сказал, серьезно снизить расходы на строительство жилья и сделать квартиры дешевыми. Экологический принцип. А раз уж мы выносим это за пределы городов, давайте размещать в здоровой местности. На берегу реки, у озера, рядом с зеленой дубравой. Чтобы люди были ближе к природе. Потому что жить в многоэтажных, многоквартирных домах, ну это как-то не по-людски. Проекты городов-садов, дальше я продолжу перечисление принципов, просто проиллюстрирую эти тезисы. Проекты первых городов-садов, которые стали появляться на Западе, они воплощали эти принципы. Так же, как природа не имеет прямых углов, так же и планировка городов-садов естественным образом стала избегать регулярной системы улиц. Она была, как правило, живописная, и это, кстати, потом только и осталось в памяти людей наших советских на Западе, они все это помнят. Она приобрела живописные формы, подчиняясь рельефу, подчиняясь руслу рек, естественным опушкам, дубрав и так далее. Пример, который приводился тогда в литературе, ее было очень много, она популяризовала идею города в дореволюционный период. Пример того, как традиционно до городовских городов-садов одна и та же территория разбивалась на чисто землемерным способом. Если кто-нибудь из вас рассматривал через гугл современные поселки наши, российские, которые, видимо, и ваш город окружают во множестве, то я думаю, что первая картинка будет всем близка и знакома. Чисто землемерный способ, без всякой фантазии, без постановки сверхзадач, без размышлений над тем, что красиво, как комфортно. А вот ниже, это пример того, как планировались на той же самой территории города-сады с живописной планировкой улиц, с художественным центром, может быть, с искусственным озером, на которое выходит общественное здание, с зеленой буферной зоной, которая отделяла от прилегающей фермерских хозяйств или какой-то мелкой кустарной промышленности, с извивающимися улицами, без уходящей вдаль, бесконечной перспективы, ну и так далее. Вот пример того, как внешне выглядели говардовские города-сады, появляющиеся на западе. Следующие принципы, которые лежали в базисе этой идеи. Строительно-архитектурные и технические. Чем говардовская идея привлекла внимание строителей и почему с удовольствием она возводилась? Первое. При возведении вот таких городов-садов просто на пустом месте за городом легко было рассчитывать заранее на берегу все потребности города. Количество населения, количество участков, их площадь, продолжительность коммуникаций, количество улиц и проездов, соответственно, с планом материалов на их мощение, благоустройство, застройку и так далее. То есть вся работа по планировке и застройке поселения на пустом месте облегчалась тем, что не надо учитывать существовавшую историческую застройку с ее функциями и так далее. Именно поэтому до сих пор, я думаю, строители предпочитают все зачищать под ноль и строить заново, чем втягиваться в очень сложную и тонкую работу реконструкции исторической среды. Сейчас посмотрим, что в Москве с пятиэтажками будет, но это отдельная история. Итак, принцип социально-организационный. Говардовские города-сады основывались в том, что строить нужно не на продажу, а для себя. Это кардинальным образом изменяло меру ответственности и качество возводимых объектов. Когда крупная строительная фирма строит что-то на продажу, это один тип ответственности и довольно трудно ее контролировать. Когда человек строит на себя, включен в этот процесс, даже нанимая кого-то, он постоянно контролирует, потому что он понимает, что это капитализация не только его денег, это его будущее, будущее его детей. Поэтому принцип, на котором основывался город-сад, жилье должно строиться для себя, а не на продажу. А строительство жилья для собственных нужд исключало спекуляцию и тем самым исключало, опять же, повышение стоимости. Потому что ни земля, ни движимость не перепродавались вторичным и третичным образом с дельтой добавленной стоимости. Дома в городах-садах были тоже частные, тоже на одну семью, потому что в дореволюционной России единицей общества был человек, его семья и автономное домохозяйство. Лучше, если на своей земле. Это советская власть, я об этом скажу дальше, кардинально изменила эту парадигму. Единицей советского общества должен был быть не человек и не его семья, и не автономное дом, не автономное хозяйство. Должна быть совершенно другая единица, трудо-бытовой коллектив. То есть группа людей, которые работают вместе в цеху или в заводе, бригада, должны были жить вместе. Потому что тогда в рамках этого трудо-бытового коллектива взаимокорректировались и нормы трудовой ответственности, и бытовое поведение. Образ мысли и так далее, которые было очень трудно скрывать. И форма жилья, которая для этого была придумана, или точнее естественным образом возникла. Это коммунальное жилье. Еще один из мифов советского времени о том, что коммунальное жилье было безвыходной, вынужденной мерой преодоления жилищного кризиса. Все это вранье. Все это идеологические примечки. На самом деле коммунальное жилье оптимальным образом обеспечивало коллективное сосуществование трудо-бытовых коллективов. Обеспечивало прозрачность открытого соседям совместного быта. Обеспечивало донос и контроль. И поэтому советская власть долго и упорно до хрущевской реформы цеплялась за коммунальное жилье. В 1957 году, на третий год после осуществления массового панельного строительства, в всяком случае, про разглашение этой программы началось оно чуть позже. В Москве две трети населения проживало в коммуналках. В Москве. Вот интересно, а сколько проживало в коммунальном жилье в городе Свердловске? Если бы кто-нибудь провел такие исследования, посмотрел на жилой фонд с точки зрения его обживания и вычислил бы этот процент хотя бы каким-то локальным ключевым районом. Потому что это была бы очень интересная социально-историческая информация. Вот лучше исследовать, потому что навскидку мы это все можем говорить, но на практике, когда залезаешь в документы, картина получается другой. А потом было бы интересно объяснить, а чем процессы в Москве отличались от процессов, например, в Иркутске, в котором я живу, или в Свердловске, в котором живете вы, или в Новониколаевске, который сегодня, Новосибирск. Почему менялся процент? Что происходило? Как на это влиял существовавший исторический фонд? Как на это влияла новая застройка? Какова была реальная обеспеченность жильем? Потому что средняя температура по больнице или средний показатель по стране был 5,1 квадратных метра. А сколько в конкретных городах? К сожалению, этой информации нету, но они очень бы наш исторический ум в порядок могли бы привести. Итак, продолжаем перечислять принципы Говарда, которые и были положены в основу города Сада. Это застройка, кстати, городовского периода, сохранилась в городе Гелерау в Германии до сих пор. Это у нас все сносят и строят новое, а потом сносят и снова строят новое, а потом снова сносят. А там это все сохраняется. Вот сегодня в городе Гелерау, который был городом-садом, возведенным примерно в конце 19... В начале 1910 год, до нашей революции, вот эти дома сохраняются, и уютная среда, и эти же участки земли и так далее. Следующие принципы, финансово-экономические. Под город-сад, скажу иначе, городские власти на Западе, а потом и в России, они прекрасно понимали, что жилищная проблема, как один из ключевых факторов жизнеобеспечения, является очень взрывоопасным поводом для социальной ситуации. Поэтому доктрина городов-садов пришлась очень по вкусу, она позволяла мирным путем снимать напряжение в обществе. Поэтому городские власти заинтересованы в том, чтобы как можно больше разночинного населения городов России, дореволюционных, обретало свое жилье, потому что таким образом человек укореняется в жизни. Укореняется на земле, в структурах общения, в коммуникации, в поведении, в месте работы. Потому что городские города-сады, это были товарищества. Люди собирались вместе, формировали вот такую организационную структуру, которая выступала их представителем в рамках официальных взаимоотношений, вкладывали очень небольшие стартовые капиталы, и дальше выплачивали долго-долго на протяжении значительного времени небольшие паевые взносы, пока наконец не становились стопроцентными владельцами земли и недвижимости. Понятно, что это стабилизировало психику людей, потому что надо было зарабатывать, иначе ты терял. Поэтому стабильность работы, стабильность образа жизни говардовские города-сады обеспечивали. Поэтому, например, либеральная общественность очень активно их поддерживала, говоря всем, что это социализм без революции. Вы обеспечиваете социальные блага людям без революционных преобразований. В Швеции так и сделали. Мы пошли по другому пути в 1917 году, а в Швеции по другому. У них есть этот социализм. Мы очень его обещали, но не сделали. Они ничего не обещали, но сделали. Поэтому муниципалитеты очень поддерживали эту идею. Выделяли землю, или давали бесплатно, или за минимальную стоимость продавали на периферии городов. И выступали гарантами перед банками, которые давали под это строительство вот этих отдельных пригородных поселков, городов-садов, кредиты. Или с минимальным процентом, или вообще беспроцентные. Потому что банки, этот слой населения, этот слой руководства банков, владельцев банков, тоже понимал, что это в их интересах, как представителей общества, отдать эти деньги и улучшить социальную ситуацию. То есть вот в Говардовскую идею были вшиты еще и вот эти финансово-экономические принципы, которые позволяли еще больше снижать стоимость жилья. Говардовская идея фактически была вот такой, ну не знаю, если это можно сказать, социально попечительствующей. Давала возможность людям за минимальные деньги получать собственное жилье на собственной земле. В Говардовскую идею были вшиты и некие демократические принципы, или скажем так, принципы народовластия. Первое. Распоряжение землей, территорией, вообще принятие всех решений по поводу существования и развития города-сада осуществлялось его жителями. Они выбирали правление кооператива, которое вначале брало на себя всю организационную нагрузку по организации этих процессов строительных. А потом либо это правление, либо постоянно переизбираемое, потому что были каждый год отчетные собрания, были общие собрания, где люди собирались живым образом заинтересованные в повышении качества благоустройства земли, территории, появления общественных зданий. В отличие от нашего населения, которое сегодня голосует только хотелками, не голосовали деньгами. Даже для того, чтобы построить библиотеку, или, не знаю, там, народный дом, или какое-то спортивное сооружение, нужно было по чуть-чуть, но сброситься. Других денег не было. Они, правда, ухитрялись умные люди, наши, российские. Они брали кредит у банка, а собирая деньги с членов кооператива, не выплачивали этот кредит, потому что, повторяю, он часто был беспроцентным. Просто в другой банк помещали его под проценты, и еще и извлекали прибыль. Ну, трудно нашего российского человека зажать формально законодательные условиями. Он всегда найдет выход. Поэтому там были какие-то капиталы, которые они вкладывали в благоустройство, они сами решали, кого привлекать из предпринимателей, потому что, понятно, что вся территория, отведенная под городсад, не застраивалась. Понятно, что земля оставалась, и они решали, кому отдать, каким фермерам, под какое хозяйство, на взаимовыгодных условиях. Ну, например, фермеры тоже понимали, что если они здесь начинают выращивать там овощи и что-то еще, то вот у них конкретный потребитель. Не надо ездить куда-то в крупный город на рынок, надо там вступать в какие-то отношения. Вот у них гарантированное потребление их продукции. Опять же, город гарантированно обеспечивал фермы удобрениями различного рода. Кого привлечь в качестве предпринимателей на сферу услуг? Потому что, как вы понимаете, вся сфера услуг в городах-садах была проявлением предпринимательской активности. Люди сами решают, что мне хватает. Парикмахерскую? Сейчас откроем. Кафе? Пожалуйста. Ну, нормальная жизнь. Это и была нормальная городская дореволюционная жизнь. Вся сфера мелких услуг обеспечивалась предпринимательством, вплоть до транспорта, потому что трамвай городской, это тоже был экономический расчет, вложение денег какого-то конкретного предпринимателя с пониманием того, через сколько времени он вернет их себе обратно и будет извлекать прибыль. Вот так в плане самоуправления и существовали города-сады. Это были независимые, автономные, ни от чего, самоуправляющиеся жилые образования. Для того, чтобы усилить этот процесс и исключить различные отклонения от него, во всех жилищных товариществах, в их уставах было вписано правило, что человек может приобретать только один дом, чтобы не запускать процессы спекуляций, чтобы сделать владельца этого дома ответственным перед собой, перед соседями и перед будущим. Реально формировалось настоящее соседское сообщество, сегодня бы это назвали партиципацией или соучаствующим, проектированием и соучаствующим управлением. И вот все это делало идею города-сада невероятно привлекательной на Западе, где она возникла. Невероятно. Потому что, повторяю, люди включались в совершенно другой тип отношений, который им был ближе, который давал реальные возможности повышать качество своей жизни, управлять этим качеством и вкладываться. И именно поэтому вкладываться в свое будущее. И именно поэтому идея города-сада стала невероятно популярной в России в дореволюционный период. Товарищества по борьбе с жилищной нуждой стали возникать в очень многих городах, и они стремительно проявляли бурную организационную, финансовую, строительную деятельность. Получали поддержку партии, получали на тех же условиях банковские кредиты, получали поддержку городских властей. И рабочие и служащие получали жилье и в многоэтажных домах, и в загородных поселках по принципу дачных. Фабриканты и промышленники строили поселения загородные для служащих, пригородные для рабочих. Фактически постарались это делать по тем же планировочным, художественным, внешним принципам, что это было и в западных городах-садах. То есть тоже живописные, тоже у рек, озер в зеленой местности, в здоровых местностях, как это называлось в тот период. И тип жилья был такой же, это было индивидуальное жилье, тоже со своим участком земли, отдельно стоящие или блокированные дома, два дома, составленные стенками друг с другом на две семьи. И внешне они очень напоминали говардовские города-сады. Но в социально-организационном, о чем я только что рассказывал, отношении, они очень часто оставались прежними. То есть вот то ключевое содержание города-сада, когда он становился самоуправляемым, автономным, независимым от каких-либо властей, довольно дешевым местом обретения личной собственности, вот это содержание очень часто отсутствовало по ряду причин. И по объективным, и по субъективным. Субъективные причины состояли в том, что владельцы фабрик и заводов, а также руководство ведомств, которое инициировало возведение вот этих поселений-садов, городов-садов в России, в реализации строительства в этом жилищном очень часто не хотело, противоборствовало всеми силами от того, чтобы передавать в собственность рабочих и служащих землю и недвижимость. оно все-таки сохраняло, вложив сюда деньги, это в своей собственности. То есть, пока человек работал, он имел жилье, но как только он уходил с работы, увольнялся или был уволен за какие-то провинности, некачественный труд, он обязан был освободить занимаемую жилплощадь. Если он умер, семья должна была освободить занимаемую жилплощадь. Только если не существовало династийной преемственности, потому что, как правило, многопоколенческие люди работали на тех или иных фабриках и заводах, и дети шли работать туда же, где трудились их отцы. В этом случае закреплялось, но это было все равно ведомственное жилище. Не передавались строения и земля собственность владельцам. Вторая особенность российских дореволюционных городов-садов от западных заключалась в том, что городская администрация тех городов, на землях которых создавались вот эти пригородные города-сады, старательно, преследуя свои коммерческие интересы, навязывала жилищным товариществом своих подрядчиков для того, чтобы те возводили жилье, что меняло вот этот тип ответственности и характер отношения к застраиваемой территории. Кроме того, мэрия стремилась строить вот это жилье для рабочих не в виде совокупности отдельно стоящих коттеджей, как мы об этом говорили, это был характерный признак для городовских городов-садов, а все-таки навязывала тип многоэтажного многоквартирного жилья. Ее к этому подталкивали те же самые депутаты и крупные собственники земли недвижимости, которые в это вкладывались и которые понимали, что извлечь выгоду из многоэтажного многоквартирного жилья можно гораздо большую, чем с той же территории, занятой коттеджем. Исторические аналогии мне надо проводить, или они сами возникают у вас в сознании с сегодняшним днем? не буду проводить, пусть сами возникают. Объективными причинами было то, что российские банки не стремились вкладывать, ну, с не столь большой охотой, как на Западе, вкладывали деньги в жилищное кооперативное строительство. По той простой причине, что законодательство не обеспечивало в должной мере гарантии возврата денег. И само рабочее население, в отличие от населения рабочего на Западе, ну, в общем, тоже как-то не очень было еще готово в этот период к активному включению в жилищное и кооперативное строительство, потому что, во-первых, была другая структура свободного времени, то есть больше времени приходилось отдавать на работу, и была другая другой уровень образования, они, в общем, далеко не всегда, они в таком количестве были готовы к принятию решений юридически правильных, законодательно выверенных, то есть общий уровень был пониже, и поэтому это в массовом порядке не позволяло рабочих вливаться в это самостоятельное кооперативное движение. В итоге, в дореволюционный период инициативы жилищной кооперации по возведению вот этих автономных, самодостаточных, саморазвивающихся, самим определяющих свое будущее загородных, пригородных поселений, садов, городов, садов, не получили, к сожалению, в России столь широкого распространения, как в европейских странах, но тем не менее, идея города-сада была крайне популярной. А потом произошла революция. В первые годы советской власти российские архитекторы проявили очень большой интерес именно к идее города-сада, потому что тут же возник социальный заказ на формирование другого типа поселений, потому что советская власть сказала, все у нас будет по-другому, у нас все будет равенство, братство, у нас все будет хорошо, все, нужно другой тип поселения, мы не будем жить в капиталистических городах больше. И поэтому архитекторы, отвечая на вот этот социальный заказ власти, о том, в каких условиях и в каких формах должно жить новое население, нового общества, новой цивилизации человеческой, обратились к идее города-сада. Во-первых, потому что это было привычно для них, так как это была самая передовая идея на предреволюционном периоде. Во многом потому, что они искренне предполагали, что советская власть устранит все недостатки, которые были присущи дореволюционным городам-садам. То есть, она построит настоящие города-сады с комфортным, индивидуальным, коттеджного типа жильем, с участками земли, которые бы реализовали традиционную для российского рабочекрестьянского населения тягу к земле. Садиком, огородиком, с какой-то живностью, потому что муж работает на заводе, а жена возится дома по хозяйству. Идеал в общем жизни, даже для многих современных людей. Обеспечит в условиях происходивших социальных преобразований те финансовые, экономические, социальные реформы, которые советская власть провозгласила. То есть коллективную собственность на землю с отменой частной, приоритет общественных форм управления, ну все прям из идеи Говарда, вот одно в одно, легло на те социальные преобразования, которые в тот момент в России происходили. Самостоятельное решение того, что строить, как строить, какими силами, исключая вот это давление мэрии с лоббированием своих подрядчиков. Очень надеялись, что советская власть сформулирует, создаст коллективные формы управления, усилит это государственной концентрацией денег. Потому что все-таки государство советское провозгласило официально лозунги того, что земля в общенациональной собственности, недвижимость в общенациональной собственности, и мы, власть, будем дальше это развивать. То есть архитекторы наивно предполагали, что теперь государство, концентрируя деньги, будет вливать их в массовое строительство вот таких городов-садов, в котором постепенно и будет жить все население страны. И, соответственно, они начинали проектировать советские города-сады, которые внешне практически не отличались от говардовских. Они были тоже в пригородных местностях, они были живописные, они были предполагалось, что у них точно так же будет индивидуальное, ну, деревянное, поскольку дерево у нас, как вы знаете, было всегда дешевым строительным материалом, частное жилище. Этому процессу сильно способствовал НЭП, введенный в 21-м году, потому что он как раз вот эти все процессы самообеспечения и частного, мелкого бизнеса восстановил. Поэтому проекты городов-садов, которые возникали в этот период, внешне были очень похожими на говардовские с надеждой в то, что они и реализованы будут на всех этих новых принципах. Огромную роль в этот период сыграла советская жилищная кооперация, которая в период НЭПа реально стала строить города-сады. Реально. Здесь нужно сделать небольшой исторический экскурс, чтобы понимать ситуацию периода НЭПа. жилищная кооперация в СССР возникла весьма случайно. Советская власть первыми же постановлениями 18-19 года сформировала кооперацию продуктовую, рассчитывая на то, что продуктовое обеспечение сразу начинали формироваться распределительные системы, поскольку в условиях того кризиса, который возник, никакого другого пути, как централизованная концентрация продовольствия и его распределения не было. Жилищная кооперация возникла в 18-м году постановлением для того, чтобы ослабить некоторым образом продуктовый кризис. Продуктовая кооперация, простите, продовольственная, торгово-продовольственная. Так вот, жилищная возникла, пользуясь тем, что появились те же самые законы, там не было написано продовольство, было написано товарищество. Можно организовывать товарищество, занимающееся, ну и так далее. И люди, которые имели в своей памяти этот дореволюционный опыт эффективности объединения в кооперативы с целью получения жилья, тут же радостно стали образовывать жилищные кооперативы. когда в 21-м году советская власть ввела новую экономическую политику, она невольно подстегнула жилищную кооперацию, дав ей полный спектр законодательных возможностей для того, чтобы объединять людей и начинать строить вот такое же собственное жилье в виде отдельных автономных поселков. и люди начали активно объединяться в жилищные кооперативы, заказывать архитекторам планировку поселков-садов, строить такое же индивидуальное коттеджного типа жилье, довольно приличное, из разных материалов, в несколько этажей, то есть как бы принцип города-сада стал реализоваться в СССР усилиями жилищной кооперации, которая явилась точно таким же как у Говарда самостоятельным добровольным объединением людей, которые вкладывали свои капиталы, использовали местные власти и ресурсы для приобретения или выделения материалов, потому что даже начинала работать распределительная экономика и материалы строительные выделялись. В 21-м году запустился рынок строительных материалов и кооперация стала довольно активно строить города-сады, советские уже советского периода и начинала приобретать вес, потому что независимо от власти она получила возможность наделять своих пайщиков автономным, самостоятельным, независимым от власти жильем. И вот здесь и произошли первые конфликты между свободной независимой жилищной кооперацией и советской властью, потому что, повторяю, доктрина была совершенно другая, не автономный дом для одной семьи, а совсем другой тип жилья для другой единицы советского общества под названием трудобытовой коллектив. В идеологии тотального о государствлении, в рамках которой принимались все решения советской власти, вот такой тип жилья, такой тип жизни, такой тип независимого от власти существования людей, потому что, в принципе, они могли обойтись какое-то время, пока человек не найдет работу, тем, что они будут выращивать овощи и фрукты на своем огороде, в своей теплице, содержать какую-то живность, в общем, жить и существовать. Советская власть доктринально, на уровне идеи и концепции, исходила из того, что человек должен быть тотально зависим от места работы, то есть от красного директора, руководителя фабрики и завода и выше от руководства ведомства и ВСНХ, как центрального промышленного органа, то есть из государственного, ведомственного, общегосударственного фонда он должен получать жилье, только придя на эту работу и только от этого директора. Отсюда же он должен кормиться, не имея никаких альтернативных форм. И таким образом он был привязан к производству, не провозглашая этого принципа открыто, потому что уж больно сильно это напоминало капиталистическую эксплуатацию буржуинами человеков. Тем не менее советская власть последовательно реализовала тот же самый принцип привязки человека к месту труда, какой использовали фабриканты-капиталисты, строя свое ведомственное жилье и распределяя его по тем же принципам, потому что тот же самый принцип «ты уволился, освободи ведомственное жилье». Был реализован в советский период с самого начала и существовал фактически до хрущевского периода. Если это ведомственное жилье, каким бы ты начальником ни был, какое бы ты жилье ни имел, ты умер или тебя посадили, твоя семья лишается права проживания в этом жилье и так далее. Получить жилье в Советском Союзе можно было только из рук директора завода, фабрики, советского учреждения и с потерей места работы человек и его семья теряли возможность жить. Это очень сильно регулировало поведение людей, потому что это позволяло контролировать производственные процессы, их качество и позволяло контролировать процессы бытовые. не возникает вопросов как-то я так как в пустоту. Нет? Все понятно? Интересно? Слава Богу! Движемся дальше. Так вот, кооперация реализовала принцип полностью вытянутый из городов садов. Индивидуальный дом на одну семью с участком земли. А государственная жилищная политика была основана на другом типе жилья, потому что, как я уже сказал, селить лучше в коллективное коммунальное жилье, поэтому первым принципом было перераспределение существовавшего жилого фонда. как вы знаете, во всех учебниках истории написано о том, что первым делом советская власть, одержав победу над силами зла, переселила рабочих из подвалов и пригородов в квартиры буржуазии. Это подавалось как большое достижение советской власти, как огромная гуманитарная акция. частично это так и было, потому что довольно значительная часть городского населения обладала в коморочных условиях. Но делалось это с моей точки зрения, здесь я могу ошибаться, поэтому говорю сразу с оговоркой, с моей точки зрения это делалось не столько для того, чтобы кардинально улучшить жилищные условия рабочих. Это делалось прежде всего для того, чтобы наполнить центральные районы городов другим типом населения. Советская власть управляла трудовыми массами. С буржуинами она общего языка не находила буржуины, почему-то советскую власть сильно не любили. Поэтому для того, чтобы заменить население центральной части, квартиры буржуазии, приватизированные в самые первые дни, самыми первыми постановлениями, превращались в коммунальное жилье, где в каждую комнату этой большой многокомнатной неохотой переезжали в центр вот в эти коммунальные квартиры. Если мы начинаем поднимать архивные исторические данные, то этих сведений очень много. Они потом советской историографии немножко так замыливались и вообще перестали упоминаться. Но в начальный период в 19-м, 20-м, 21-м годах, когда происходило вот это массовое уплотнение жилья в центрах городов, рабочие не хотели уезжать оттуда, потому что место им работы по-прежнему оставалось за городом. Ездить на извозчике туда-сюда каждый день надо было платить, пешком было не добраться, другой транспорт не ходил, да и он тоже был платный. С большой неохотой они теряли свои вот эти, пусть не благоустроенные домики, но свои собственные и со своими огородами, где всегда можно было вырастить картошку и как-то перебиться. Это была довольно насильственная акция. Кроме того, когда стало строиться первое коммунальное жилище, а проекты там появлялись все время, то власть все-таки стремилась к тому, чтобы это были многоквартирные дома, заселяемые, либо коридорного типа, ну, в аналоге общежитий, но заселяемые вот по принципу трудовытового коллектива, бригадами. И на этом фоне вот такого рода дома, конечно, вызывали страшное раздражение и сопротивление со стороны власти. Постепенно нарастающее, потому что то сейчас, то, о чем я сейчас рассказываю, это уже как бы оформленная доктрина, она оформилась только к концу 20-х годов. А в тот период, который мы сейчас хронологически медленно проходим год за годом, это еще только вызревало, то есть было понятно, что что-то это не то, было понятно, что это противоречит формирующимся идеям нового общества, формирующимся принципам и механизмам управления людьми. Но в этот период это только начинало кристаллизоваться и оформляться. первое явное сопротивление возникло в 20-е не помню точно, в книжке это написано, в 21-м или 22-м году, когда российское общество городов-садов попробовало официально зарегистрировать свой устав и стать официальной организацией. Вот тогда государственный субъект новой жилищной политики вступил с этой кооперации уже в прямое лобовое столкновение. Этим государственным субъектом был ГУКХ НКВД, Главное Управление Коммунального Хозяйства НКВД. Так же, как в дореволюционный период все города находились в ведомстве внутренних дел, так же и НКВД НКВД внутренних дел получил свое управление все коммунальное хозяйство существовавших городов. Оно потому и стало называться коммунальным хозяйством. До революции никакого коммунального хозяйства не было. До революции было городское хозяйство, куда входило все то, что потом транспорт, скотобойни, электростанции, водоснабжение, канализование, что потом оно стало называться коммунальным. Почему? Потому что идеей, как я уже сказал, была коммуна, трудобытовой коллектив, коммуна, люди, живущие вместе. Поэтому то хозяйство, которое обеспечивало вот такой коммунальный, совместный тип жилья и стало в Советском Союзе именоваться коммунальным хозяйством. Этот термин возник в эти годы, закрепился и нам сейчас кажется абсолютно понятным, когда мы говорим о древолюционном периоде, мы тоже называем водоснабжение, канализацию, извозчиков, трамваи и прочее как коммунальное хозяйство. Это термин последующий, термин уже с советского времени. Так вот, в НКВД существовало шесть департаментов, управлений, одно из них было главным управлением вот этого нового городского, называемого коммунальным хозяйством. Весь существовавший жилой фонд городов находился в ведении НКВД. Причем интереснее всего то, что отделы коммунального хозяйства, будучи включенными в структуру исполкомов, им не подчинялись, а подчинялись напрямую НКВД. Оттуда они получали зарплату, то есть исполкомовская зарплата не выплачивалась этим сотрудникам, они в иерархии финансирования и подчинения уходили напрямую в руководство НКВД. Оттуда они получали директивы, установки и, соответственно, реализовали жилищную, хозяйственную и градостроительную политику. Так вот, представители ГУКХ и НКВД на публичном обсуждении этого устава и этой ситуации регистрации городов-садов, реанимации этого общества, уже до революции оно существовало, потом советская власть закрыла все общества, они потихоньку в период НЭПа стали возникать снова, краеведческие и прочее. Оно высказало все свои претензии. Вы что, ребята, куда вы лезете? Если вы хотите распоряжаться землей и территорией, что, безумие ли? Это не ваше. Это мы этим распоряжаемся. Мы государственный субъект. Если вы хотите дублировать наши функции без денег, ради бога, а вам надо регистрировать устав. Книжки издавайте, переводите на свои деньги. А если вы хотите с нас тянуть часть нашего бюджета, спасибо, мы и сами переведем, причем идеологически выверенное то, что надо, а не то, что вам, представителям городов-садов, в голову взбредет общественники этакие. Вот примерно так была выражена позиция. В других словах, люди были гораздо более интеллигентны, как вы понимаете, но смысл был примерно таков. картинки, иллюстрирующие деятельность кооперации жилищной, которая искала наиболее дешевые способы строительства жилья. И здесь еще экономический парадокс. Жилье индивидуальное, коттеджное, с участком земли, несмотря на то, что оно нам и сейчас кажется гораздо более привлекательным, чем жизнь в многоэтажном доме. Стоило дешевле. Дешевле, потому что многоэтажные дома, это еще в тот период было понятно, стоили дороже. Они сейчас стоят дороже. И сейчас загородное жилье, построенное без особой спекуляции на своей земле, стоит дешевле. Оно экономически выгоднее. Но советская власть сознательно шла на противоборство экономическое, выгодным решением, потому что самым важным для нее было сформировать систему управления населением. Вот такого типа, о котором я рассказал. Трудо-бытовой коллектив. Ведомственно-государственная единица нового общества. Проблема в том, что советская власть не умела управлять рассредоточенными массами. Рассредоточенными массами умели управлять эсэры. Их в этот период потихоньку начали к ногтю пускать. А советская власть не умела рассредоточенными массами управлять. Когда возникла в 29-м году дискуссия, как вообще развиваться в нашей стране. По урбанизированному пути или по дезурбанизированному, рассредоточенному, то дезурбанисты были разогнаны прежде всего потому, что советская власть рассредоточена расселенными массами управлять не умела. Нужно было концентрировать и основой концентрации, чтобы служили производственные процессы. Вот тогда эти процессы пролетаризации обеспечивали контроль, обеспечивали управление, обеспечивали сборку на более высоком уровне. Вот такой системой советская власть управлять могла. Поэтому борьба с индивидуальным жильем постепенно нарастая началась с самого начала, пока в 29-м году ее вообще не прекратили законодательным постановлением. Все жилье, которое появлялось потом на протяжении, все индивидуальное жилье, которое появлялось потом на протяжении примерно 20 лет, во всяком случае весь довоенный период, это были просто нахаловки. То есть то жилье, которое строилось людьми без законодательного разрешения, вне соответствии с застроительной документацией, которая с 29-го года индивидуальной застройки не предусматривала законодательно. Но эксперименты по формированию трудобытовых коллективов советская власть начала еще в 19-м году. Троцкий провозгласил идею, о которой тоже потом не упоминали, по той простой причине, что она была связана с именем Троцкого. Идея была простая, гениальная, как многие идеи большевиков. У нас же куча армий, без которых просто нельзя существовать, поскольку восстания разные, крестьянские, мы их там химией подавили маленько, но ведь они же везде могут возникнуть, поэтому армии все равно территориально существуют. И что солдатикам-то делать? Войны-то вроде бы уже нету, внешних врагов пока отбили. Что делать солдатикам? Их кормить надо, поить, обмундировать, они от лени дурью маются. Давайте-ка мы их превратим в трудовые армии. А кроме того, у нас куча гражданского населения, которое очень своенравно, рабочие руки пропадают. давайте-ка давайте-ка мы за счет армейской дисциплины, втягивая трудообязанное гражданское население в военную организацию расквартированных по всей стране частей, потому что война, как вы понимаете, шла по всей территории, были сибирские, сибирская армия, дальневосточная и так далее, Украина, европейская часть, Кавказ. Давайте мы во все эти военные части, превратив их в трудоармейские, втянем расположенное на этой территории гражданское население и заставим его работать, потому что в рамках сложившейся военной дисциплины мы получаем ту же самую иерархизированную вертикальную оргуправленческую структуру, позволяющую за счет организованных масс военно-трудовых вовлекать туда неорганизованное гражданское население, принуждая его к труду, что и было реализовано. С 19 по 21 год были созданы и функционировали не очень хорошо, но это отдельная тема. Почему? Восемь трудовых армий, фактически покрывших всю территорию страны. Потом военная функция была вынута, армия была сокращена, а вот эти органы, которые сформировались управленческие за это время, они остались. То есть тот штаб, штабы трудовой армии, которые возникали на территории, они потом остались как органы советской власти, постепенно превращаясь в сонарком, СТО. Ну то есть те органы, которые руководили уже чисто хозяйственными процессами на места. Второе, в тот же период, что произошло, это был квартирный передел, о котором я говорил, когда люди вселялись. Вот этот пример планировка средней буржуазной квартиры. Вот, если здесь читать внимательно, много разных интересных комнат, кабинет, экзотический, кабинет, столовая, парадный вестибюль, кухня, ну и так далее. Зачем? В каждую комнату такой квартиры вселялась по одной семье. В том числе и в ванную. Там зато мыть меньше, кафель, опять же. Правда, не пожжешь мебель. Ну, это отдельная тема. Все. Вот представьте себе эту квартиру, в которой в каждой комнате живет семья. Вот это был квартирный передел начала советского периода. И вот таким образом появились коммуналки в существовавшем городском фонде. Наверное, подобные картины мало кто из вас застал. А я в таких квартирах не то чтобы жил, но бывал часто. Потому что в любом крупном историческом городе с существовавшим дореволюционным фондом весь он весь практически был превращен вот в такое коммунальное жилье. Потом очень незначительную часть квартир примерно 2% советская власть обратно расселила, то есть распихав жильцов в другие места и передала их советско-партийным начальникам. Вот есть прекрасная книга Лебиной Наталья Борисовна, это питерский исследователь. Она пишет о том, вот как расселялись квартиры по 15 семей и предоставлялась эта площадь во владение какому-нибудь второму или первому секретарю горкома партии. Очень интересно, рекомендую почитать. Совершенно особых быт, конечно, формировался, но прозрачный. Если кто-то там что-то не так сказал, то староста коммунальной квартиры, который выбирался по принципу неформальной службы в соответствующих институциях, тут же писал в правильное место правильный донос. Кварту полномочной. Там очень сложная система, очень развернутая, дотягивающаяся до самых темных углов. Только мышки не представляли интереса. Люди, которые проживали в коммунальной квартире, интерес представляли. Система догляда и доносительства работала исправно, специально была сформирована. Дворники работали на должности в органах коммунального хозяйства, которые были, и далее смотри выше, о чем я сказал, все они состояли прямо или косвенно на службе в НКВД, доносили, обязаны были. По этому принципу подбирались, проходили проверку, не выполняли своих обязанностей, лишались работы. И так далее. Еще один очень важный момент, о котором я хотел бы сказать, описывая вот эту историю трансформации идеи города Сада в некоторую свою диаметральную противоположность под названием ведомственный рабочий поселок середины конца двадцатых годов. Все, что я сейчас говорю, это некое описание идей, смыслов. А как их реализовать? Ну вот как? Ну сидит ЦК в Кребле. Гигантская страна. Просто не дотянешься, не дозвонишься. Как это реализовать? Советская власть породила трех государственных субъектов реализации всех этих идей. Об одном я уже сказал. Это главное управление коммунального хозяйства НКВД и НКВД как управляющий орган. То есть НКВД. Народный комиссарат внутренних дел. Все городское существовавшее хозяйство в исторических городах и все новое, которое строилось, переходило под контролем НКВД. Это была правильная идея, потому что случай что, было кому отключать все. А в России, где под пальмой не инженерные инфраструктуры жизнеобеспечения играли ключевую роль. Поэтому тот факт, что НКВД могло в любой момент отдать приказ об отключении всего воды, света, газа, канализации и прочего, было хорошей гарантией того, что любые массовые выступления лишаются возможностей для своей реализации. Второй субъект это ВСНХ. Такой гипер управляющий суперорган в масштабе всей страны. Он объединял все промышленные наркоматы. То есть он координировал всю ту политику, которая потом стала политикой формирования военно-промышленного комплекса под названием индустриализации. Он осуществлял все промышленное строительство, а также энергетическое и транспортное на всей территории страны. В 1929 году ему официально было передано все же личное и культурно-бытовое строительство. До этого еще, как я говорил, кооперативы что-то позволяли себе делать, тресты, различные объединения промышленные и так далее, и так далее. Была довольно такая живописная структура разных органов, имевших право возможности финансовые, материальные и прочие ресурсы, тем более, повторяю, в условиях НЭПа можно было купить. После закрытия НЭПа ничего нельзя было купить. То есть все строительство, все было жестко завязано под вертикаль управления, под властные решения сверху, и материальные ресурсы, финансовые ресурсы, человеческие ресурсы выделялись только на то, что было законодательно, командно предписано к исполнению. вот эти два субъекта до 29-го года, с 29-го года к ним присоединился еще один государственный субъект под названием ГУЛАГ. Главное управление лагерей это не только и не столько система концентрации заключенных, это хозяйственная система. ГУЛАГ занимался совершенно официально, ему это просто было вменено освоением территории промышленного строительства. Он координировал планы своей деятельности и места размещения лагпунктов, лагерей и так далее и так далее с теми планами промышленного освоения территории, которые в рамках программы индустриализации и развития ВПК намечались в СНХ и осуществлял вот тут первичное освоение территории. вырубал лес, прокладывал насыпи, клал рельсы, строил каналы, гидроэлектростанции. Это все был хозяйственный элемент освоения территорий. Когда периодически рабочая сила там истончалась, ее пополняли. Сейчас идут большие споры между историками и очень уважаемые историки, как Хлебнюк и так далее утверждают, что не связана хозяйственная деятельность ГУЛАГа, с планами индустриального строительства. Я считаю, что это не так. Я думаю, что его ошибка состоит в том, что он прослеживает, делает этот вывод на анализе огромного количества источников, но чисто ГУЛАГовских. Для того, чтобы понять, как функционировал весь этот механизм, нужно захватывать совершенно соседний, лежащий просто в других архивах, на других полках и в других помещениях материал, связанный с деятельностью Народного комиссариата труда. Потому что Наркомтруд определял совместно с ВСНХ потребность в трудовых ресурсах на тех или иных территориях, а затем это уходило в, ну, скажем так, как заявка на обеспечение этих мест подневольной рабочей силой. Поэтому, вот насколько мне позволяют судить и делать выводы мои исторические знания, я этим вопросом довольно долго занимался, ГУЛАГ был включен в систему формирования и функционирования народно-хозяйственного комплекса. И фактически все, и фактически все репрессии в количественном отношении были плановые, потому что нужно было пополнять бесплатные рабочие силы стройки-пятилетки. Там возникает целый ряд вопросов, почему, например, к этой рабочей силе относились с таким нерационально, позволяли там по 10-15 тысяч людей замерзать, погибать от голода и так далее. То есть со скотиной обычной даже рабочей так не обращается. Но это отдельные вопросы. Сейчас же в контексте моего доклада важно то, что вот эти три субъекта, два в до индустриальный период и третий послеиндустриальный фактически владели оперативном управлении всеми ресурсами, кроме тех, которые шли на социальное обеспечение. Хотя тоже они шли через ВСНХ, потому что, как я уже сказал, ВСНХ получал деньги на стройку промышленного предприятия, на жилищное строительство, на культурно-бытовое строительство, а никого больше за пределами этой зоны оставаться не должно было. политика социальной советской власти была направлена на то, что никакого свободного населения, никаких безработных в нашей стране быть не должно. Масса производственных задач, ты либо идешь туда работать добровольно, либо прямо или косвенно едешь туда работать в качестве подневольной рабочей силы. Но болтаться, самоопределяться творческими поисками, погруженной, это было за пределами советской доктрины организации управления трудоиспользованием рабочей силы. Понятно ли то, что я говорю? Это будильник, он говорит не о том великое изобретение человечества, что время моей лекции истекает. Итак, переходим к конечному разделу моего доклада «Советский ведомственный рабочий поселок». Итак, в контексте того, что я рассказал, ВСНХ как суперуправляющий орган развития всей промышленности, транспорта, энергетики и прочего в нашей стране, получала в рамках программы индустриализации те или иные задания по освоению территории, возведению новых промышленных зданий. Промышленные министерства, входящие в структуру ВСНХ, разрабатывали свои локальные планы, через ВСНХ шли деньги, и вот мы пришли к тому моменту, когда на пустом месте нужно построить завод, а при нем разместить определенное количество трудовых ресурсов. Как работала система? Завод на полторы тысячи рабочих, значит, коэффициент семейности 3,5, мы элементарным расчетом, умножая полторы тысячи на 3,5, устанавливаем количество населения в этом поселке, под нее запрашиваем правительственные органы деньги на жилье СОПСКУЛЬБЫТ, а вот дальше начинаются нормальные вопросы экономии, потому что советская власть не ставила задачи и не решала их, естественно, формирование благоустроенного жилья. К сожалению, приходится констатировать, что советская власть особенно в начальный период относилась к населению как к особой разновидности природного ресурса, такого же как каменный уголь или руда, можно также безоглядно использовать. Поэтому в рамках вот той структуры управления, про которую я говорил, самым оптимальным образом с тем количеством денег, которое оставалось после того, как решались первичные задачи строительства военно-промышленных предприятий, с тем небольшим количеством денег, которое оставалось, в рамках этой идеологии самым оптимальным было строить бараки. Бараки. Туда вселялась одна бригада, там они жили, иногда делали вместе с семьями, иногда делали занавески, перегородки в виде занавесок между комнатами, иногда не делали. Вот этот коммунальный быт, он в первые годы индустриализации был реализован повсеместно. 90% населения соцгородов новостроек, это были бараки. Ваш Ураломаш отличная иллюстрация этого. Чуть-чуть, несколько, коттеджей, как правило, их старались обособить и даже колючкой загородить, с вышками по углам, которые храняли НКВД, чтобы, ну, как-то так, спокойнее им было жить. Несколько домов для руководства, 2-5% населения жило вот в этом, при крупном городе, автономном поселке, при мелком средней величины заводе. Это просто была обособленная группа домов. Какое-то количество двухэтажных, 8-16-квартирных, очень похожих на ту картинку революционную, которую мы видели, и многие проекты просто оттуда и заимствовались. Для руководителей среднего звена, начальников цехов и так далее, и так далее. И 90%, 85-90% населения в бараках. Вот это была модель, которая стала реализоваться, расселенческая градостоятельная модель, которая стала реализоваться с 29-го года, с началом старта программы индустрия. Вот до его, до этого момента, она была немножко другой, потому что еще существовал НЭП, еще существовала независимая жилищная кооперация, которая в 29-м году была запрещена и ликвидирована. И структура жилого фонда была немного другой. Во-первых, жилищная кооперация строила очень много ведомственных поселков, потому что она была не только независимой. В 25-м году советская власть попыталась ее обуздать и запустила процессы финансирования, которые шли только через место службы или работы. То есть, если раньше можно было спокойно покупать материалы на те деньги, которые люди вбрасывали, и спокойно делать все, что угодно на отводимой земле, то сейчас отвод земли осуществлялся только через дирекцию предприятия, учреждения или завода, и финансовые, материальные потоки тоже шли через него. То есть, кооперация стала в гораздо большей степени управляемой. хотя, да, и вот здесь у меня несколько иллюстраций того, что вот такая ведомственная уже жилищная кооперация строила в конце 20-х годов. Это НКВДшный поселок под Москвой, довольно приличные дома для министерств, ведомств, потому что понятно, что чиновники ведомств старались обустроить свою жизнь правильным образом. Они и сейчас стараются и тоже успешно. Но структура жилого фонда была несколько другой. Все-таки вот такого откровенной ориентации на барачный тип жизни для 90% населения он отсутствовал. В период, который мы обсуждаем, до 29-го года. Это все-таки были попытки двухэтажных, может быть, 8-16-ти квартирных домов. Безусловно, были дома и для руководства, потому что оно всегда себя выделяло. И деревянные, и каменные, довольно большие, тоже с участками земли, и блокированные. В этом смысле как бы внешне, если мы рассматриваем период дореволюционный и послереволюционный, они мало чем внешне отличались. Поэтому исследователям советского периода это позволяло легко проводить параллели и говорить, ах, посмотрите, какие замечательные города-сады создавала советская власть в постреволюционный период. Но на самом деле все это было не так, и процессы, которые происходили, о которых я вам собственно и рассказывал, они были совершенно другими. И вот эта советология, которую сегодня очень не хватает для изучения советского прошлого, с моей точки зрения, должна быть вот такой, которую я сейчас продемонстрировал. продемонстрировал. То есть рассказывающий не про внешние формы, не про живописность планировки, не про обилие зелени, не про нюансы фасадов, не про характерные черты стиля, а про те реальные процессы взаимоотношения людей, попыток управлять ими, давать им свободу или лишать их свободы, вселять их в те или иные условия или лишать их тех условий, которые они владеют. Вот эта оргуправленческая модель, которая лежала в основе, должна стать объектом описания исследований. Тогда многие процессы воспитания, образования, жизни, производства, культуры и многие те изменения, которые произошли с нашим обществом в советский период, они станут более понятными. Энгельс произнес в свое время в труде, который назывался к жилищному вопросу. Слова, которые бы могли стать эпиграфом ко всей советской жилищной политике. А слова такие, я их прочитаю. Государство, это он про капитализм писал, государство, эксплуатирующее крестьян и рабочих, не заинтересовано в устранении жилищной нужды, так как она способствует, о чем я вам рассказывал, принуждению рабочих труду и послушанию. Советское правительство, и это моя заключительная фраза, советское государство, советская власть, которая эксплуатировала рабочих, крестьян и интеллигенцию значительно интенсивнее, чем капиталистическое общество, точно так же абсолютно не было заинтересовано в уничтожении жилищной нужды, потому что дефицит жилья был прекрасным средством принуждения людей к труду и послушанию. Вот об этом, собственно говоря, и моя книга, и спасибо большое вам за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Если они есть, на ваши осуждения, возражения, замечания, соображения, прошу вас. Наверное, надо представляться, потому что там вот еще одно изобретение человечества, которое все записывает для истории. Вы войдете своим вопросом в историю, а я своим ответом. Давай. Иван Апоторов, у меня просто такое. Скажите, пожалуйста, а вот что дала советская архитектура, ну вот, нынешняя архитектура? Неужели 70 лет советской власти ничего архитектуре не дали? Знаете, это надо спросить у современной архитектуры. Может быть, она вам ответит, что ей дала архитектура того периода. А понятно, почему я так отвечаю? Вопрос безличностный. Я не советская архитектура, я не могу за нее отвечать. Не знаю, что. Советская архитектура дала современные. Я не современные архитектуры, я тоже за нее не могу отвечать. А вот советские архитекторы, они как-то пытались сопротивляться назовению коммунала? А вот это я могу ответить, потому что это вопрос исторический. Да, советские архитекторы очень сильно сопротивлялись. Им в голову не могло прийти, в голову не могло прийти, что официальная политика власти состоит в том, чтобы лишить стального жилья. Поэтому они упорно проектировали и советская власть не могла вот в этот рассматриваемый период с 17-го 29-го года, когда там в высших эшелонах они как пауки в банке друг друга грызли. Только когда Сталин в середине 20-х годов пришел к единоличной власти, вот тогда он начал один этими рычагами двигать, а до этого там своя каша была. Поэтому советская власть в этот период не могла сказать ребята наш идеал это барак. Поэтому архитектору упорно проектировали индивидуальное жилье. А советская власть упорно делала его коммунальным вселяя в каждую квартиру, в каждую комнату квартиры по одной семье. Гармония наступила только когда архитекторы стали проектировать бараки. Стали проектировать в 29-м году. Кстати в 17-м году фактически вот смотрите Веснин Кокорин ведущие архитекторы это все проекты бараков. Очень приличные кстати на тот период. Брачная столовая барак все это время они проектировались это не было стержневой линии. Но те которые понимали потому что архитектор Веснин он как вы знаете был такой архитектурный маршал советского союза он был главным архитектором ВСНХ то есть он был главным архитектором того самого супер управляющего органа поэтому он политику власти понимал лучше всех он спокойно проектировал бараки зная что они будут востребованы архитектор архитектор в каких милых ведомственных проектных организациях частных возникших во время НЭПа они проектировали дома с нормальными квартирами но муниципалитеты советская власть то есть вот вся та зона которая находилась в государственной распределительной системе селяла туда коммунально а кроме того ответ на ваш вопрос боролись ли архитектор а как наоборот забастовки устраивать демонстрации баррикады на улице а давайте а можно не письма в газеты писали писали газеты только не публиковали а письма не писали да нормы видите наша страна основана совет советский союз я все время про то время советский союз был уникальным цивилизационным изобретением в нем к предельному минимуму были сведены все естественные процессы которые являются базой для развития для прогресса человеческой цивилизации например на западе смена моды смена стиля творчества появление новых направлений это все результаты естественного процесса появляется какой-нибудь гений еще не знающий что он гений что-нибудь придумывающий и это становится популярным если он точно попал в запросы общества в его возможности и потребности он становится мэтром законодательном стиле и пошло поехало и так во всем также изобретательство в инженерии в технике в строительной индустрии во всем западная цивилизация в которой мы сейчас пребываем она находится вот на этой борьбе и проявлении частной предпринимательской активности которая является прогрессом в советском союзе советская лэс сказала партия наш рулевой партия коллективный мозг знающий к какому будущему мы идем и как а вы должны исполнять если вы не исполняете мы вам поможем принудить вас к исполнению в разных формах а если понимаете тогда вперед будете приближены к власти получите коттедж став директором завода или замнаркома ну и так далее а были архитекторы которые защищали идею коммуналки конечно были люди которые искренне во все это верили ну разделяли идеи власти ну как же и как на власть относилась любила их поощряла когда в сталинский период возникла другая идея увековечивание в специфических архитектурных формах пафоса нашей эпохи архитекторы стали проектировать сталинки высотки и даже специальными премиями наделяло под названием сталинские ну и так далее власть советская власть очень попечительствовала своих верных слугах очень их выделяла машины давала большие деньги премиальные награды ну посмотрите вот недавно прошел фильм Орлова фильм так себе но вот этот вот механизм постоянного поощрения властью верных себе слуг культуры искусства и так далее и естественное вызревание желания услужить там показан хорошо механизм этого удовлетворил ли я вас отлично тогда пожалуйста следующий вопрос Марк Григорьевич спасибо большое за лекцию меня зовут Анна Ребас у меня вот такой вопрос как изменился человек который стал частью трудо-бытового коллектива и изменился ли он потом когда выехал из коммуналки или сейчас на наше общество это тоже этот эксперимент влияет Анна вы ставите очень правильные вопросы очень интересные проведите это исследование лет через пять не расскажете я с большим удовольствием поменяюсь с вами местами вы будете здесь я буду там и послушаю вот правильные вопросы мне неизвестна литература которая бы на них давала ответы а вопросы предельно правильные вот изучение ментальности не через призму методологии повседневности которая сегодня есть и очень популярна потому что там она описательная она просто описательная вот мы жили въехали а вот у нас было 18 кастрюль а у это кошка ну и так далее она описательная если рассматривать ту же повседневность которая сейчас набрала довольно большой фактический материал через призму как вы говорите вот этого воздействия на ментальность ее формирование а потом перестройки когда вот эти внешние факторы отпали ну например что поменялось в людях когда они переехали в хрущевке получив отдельную квартиру вырвавшись из коммунального быта я вчера или позавчера это было позавчера давал интервью говорит Москва в программе которую ведет Ирина Дмитриевна Прохорова главный редактор издательства новолитературное обозрение она рассказывала в этой программе о том когда она была маленькой она жила в коммуналке в бараке ничего из этого не помнит а потом родители переехали в хрущевку она этого тоже не помнит но мама ей рассказывала что она месяц после того как семья въехала в индивидуальную квартиру она приходила на кухню садилась и смотрела в окошко вот просто приходя в себя от того что вот это все все ее вот феноменальная просто зарисовка если вы докопаетесь до содержательных процессов с большим удовольствием применяясь своими местами с огромным это дырка в исследовании потому что повторяю методология другая методология изучения повседневности про другое но все время отбрасывает вот это оргуправленческое воздействие власти трансформацию сознания если этот процесс изучать это точно в десятку пожалуйста еще вопросы вопросы раз здравствуйте меня зовут Павлев у меня такой вопрос вы говорите что у нас переселение из индивидуальных домов рабочих коммуналки дома буржуазии куда девали вот эти освободившиеся дома рабочих второй вопрос вот этот процесс был только в Петербурге или в Угл на Крыла на первый вопрос не знаю это интересно хороший вопрос не знаю ответ хороший вопрос подумай не знаю даже не знаю где где про это взять информацию но вопрос классный второй во всех городах это была общая политика советская власть постепенно приходила там в Сибирь она пришла в 21-м году и поэтому процессы постепенно происходили но это была общая модель и в Екатеринбурге я точно знаю по тому же принципу переформатировался дореволюционный фонд и туда дальше в Сибирь и в Иркутске восточной Сибири на Дальнем Востоке все одинаково когда построены построены когда ну здесь же надо вот это смотреть на хронологической линии потому что повторяю если это были нахаловки то потом просто город обходил их представляете снести их же надо поселить советская власть вынуждена вынуждена впустила в градостроительную доктрину вот эти неуправляемые территории нахаловок так же вынуждена как она вынуждена была впустить крестьянский рынок потому что невозможно было за счет распределительной системы накормить и обеспечить всех она вынуждена пустила крестьянский рынок в свою доктрину хотя идеологически если мы читаем Маркса и Ленина ничего этого быть не должно поэтому и вот такое неуправляемое самостийное неблагоустроенное туда никакие коммуникации никогда никакая власть не заводила неблагоустроенное жилье она так ну отворачивалась давая возможность существовать а когда появились деньги после перестройки все это стало зачищаться сейчас зачищается сейчас в Москве как вы знаете 4500 домов и там не только хрущевки там и каменные и кирпичные деградиционные просто перья перераспределение собственности борьба за землю за ресурсы это не имеет никакого отношения к удовлетворению потребности человека в жилищных нуждей тогда не имело и сейчас не имело история в нашей стране ходит по кругу все меняется а решения для власть имущих остаются понятно ли я ответил так вопрос раз прошу вас отлично вопрос кооперативное жилье ведомственное было формой поощрения представьте себе завод довольно большой он создает жилищный кооператив если в жилищной кооперации свободной той дореволюционной или сразу послереволюционной люди собирались потому что у них жилья нет по принципу общих проблем то здесь собираются люди с завода и решение о том кто из счастливчиков войдет в кооператив принимает администрации профсоюз и комсомольской организации и туда входит не просто дядя Вася работяга алкоголик лоботряс туда входят те кого администрация таким образом позволяет возможным поощрить потому что потом администрация берет на себя в отличие от правления кооператива которое номинально существует но администрация берет на себя проектирование договоренность с муниципальной властью о земле отводе договоренность с вышестоящим ведомством то есть наркоматом выделение денег потому что эти люди тоже сбрасываются и тоже всю жизнь выплачивают но для того чтобы построить сразу нужно вложиться а выделение материалов которые становятся дефицитными и распределительными подытоживая ведомственная кооперация от свободной кооперации не отличалась тем что это была форма организации людей которые своей службой служением советской власти доказали свою преданность и возможность за свои деньги быть поощренными более качественным жильем вы потом вы вот такое просто а вот в советском градах существовали такие дома памятники например рядом с Ексенцем располагается такой дом некой мещанины из Екатеринбурга в котором несколько дней был гайдар дом никакой ценности не представляет к екатеринбурге он поставил начале 20 века он представляет историческую ценность но мещанин под тем предлогом смог не только сохранить но и передать его своим детям там внукам он был выкуплен буквально всеми дамами вопрос вопрос такой почему советская власть позволяла подобным домам сохранять спросите у советской власти ну я в игровой манере отвечаю но мысль моя понятна сформулирую чтобы не выглядеть полным идиотом давая такие ответы тоталитаризм советской власти не был сто процентов вот когда мы смотрим сейчас в историю нам представляется мы видим эту пирамиду управления с передачей приказов с одного уровня на другой с выполнением не выполнил значит либо премии решился либо уволили с работы либо пошел в места отсидки и так далее но она таковой представляется только на очень большом анталине реально там происходила куча процессов куча всевозможных неконтролируемых проращиваемых снизу которые советская власть потом оформляла и выдавала за свои там был такой винегрет из различных процессов и обломков то что вы говорите это вот кусочек этого винегрета он лежит в рамках этой структуры но не попал в одну из ячеек это исключение я рассказывал о правилах я рассказывал о принципах на которых формировалась власть а почему она до дома мещанина Н не дошла это у нее надо спросить для меня это не принципиально потому что эти примеры не опровергают и не опрокидывают того о чем я говорю не противоречат ему да были исключения они всегда есть всегда будут всегда невозможно добиться сто процентов если это другие люди исполнение своих распоряжений приказов передачи смыслов и так далее было и такое Гайдар как это снести дом в котором жил Гайдар вы еще дом в котором жил Киров предложите снести или дом в котором жил Борис Николаевич Ельцин ваш вопрос спасибо вам большое за лекцию я еще хотела спросить про такой интересный процесс который был освобождение женщин от крупного рабства и появление в городах определенного числа домов например были отдельные квартиры но не было куплен а были внизу общие столовые например в Петербурге в районе метро Ленин субпроспект до сих пор высходит несколько домов с которыми не знают что делать они просто вот сейчас решают это питалище всяких депрессированных элементов потому что сдать их не сдашь жить никто не хочет то есть каким образом вот этот процесс вот этот гендерный вопрос как он встраивался в том числе в общую жилищную политику это были какие-то очаговые отдельные явления или все-таки это было значимое движение вот тоже появление какой-то вот такой там даже вам не было спасибо вам за ваш вопрос только слово гендерный я бы с него вынул потому что то что вы описали к гендерному никакого отношения не имеет дома без кухонь проектировались и строились но не для того чтобы женщину освободить это очередной миф советской власти в котором к сожалению мы до сих пор пребывает советская власть как раз женщину закабаляла но не домашним трудом а работой на производстве потому что настолько снижала заработную плату мужчин чтобы невозможно было семье прожить на одну заработную плату как это было до революции когда мужская составляющая семьи обеспечила свои заработные платы существование многодетной семьи советская власть поменяла этот баланс она снизила заработную плату до такой величины что для того чтобы прокормиться должно быть работать два человека и сделала это потому что в два раза таким образом снижалась потребность в расходах на строительство жилья я вам приводил пример когда проектировался завод с расчетной численностью например тысячи человек а потом определялась численность населения селить бы в три с половиной тысяча умножалась на коэффициент семейности советская власть в 29 году поправила расчетный показатель издав ряд распоряжений первое о труде женщин разрешив задействовать женщин на тяжелых процессах в металлургии в химии на железной дороге бабы шпалы начали с рельсами таскать и так далее одновременно уменьшив заработную плату поставив это не как возможность женщинам работать а необходимость расчетный коэффициент уменьшился в два раза потому что не тысяча мужиков рабочих на заводе с коэффициентом три с половиной куда включена женщина и дети а два работающих потому что и мужчины и женщины начинали работать на этом же заводе расчетный показатель пятьсот и количество квартир меньше и количество домов меньше в два раза и в два раза больше экономии это гендерные сейчас вернемся вернемся и теперь другая линия совсем другая связанная с тем что в условиях распределительной экономики о чем я говорил когда все распределялось в условиях организации внешней жизни трудо-бытовых коллективов вызревала и была реализована частично в отдельных местах идея дома коммунной согласно которой человек живущий в этих условиях должен был попадать в другую структуру свободного и рабочего времени не тратить деньги на стирку воспитание детей готовку приготовления еды и так далее с одной стороны когда мы на это смотрим внешне как классно забота о человеке о женщине на самом деле это тоже привязывало людей к определенной системе которая все это обеспечивала это вынимало детей например из-под влияния семьи и перемещало ее в детские сады это вынимало систему культуры и образования которая раньше была встроена в квартиру в виде домашних библиотек кабинетов и так далее она создавала другую структуру общества не надо ходить за питерскими примерами городок чекистов квартиры для малоимущих для малосемейных и та часть квартир которая общежития лишены кухонь квартиры нормальные для нормальных семей лишены кухонь заменены только разогревочные то есть примус в коридорчике потому что харчеваться они должны были в столовой мыться они должны были в бане послушайте реализованы Эрнста Майя заставляли проектировать в Магнитогорске жилье с жилыми комнатами где примус стоял поэтому это одно и то же замените однокомфорочной плитой это все синонимы замените двухкомфорочной плитой замените газовой плитой это все равно разогревочная не по площади не по размещению шкафов не по размещению бытового не почему оно не предполагает проведение женщиной времени для приготовления пищи в коридорчике между прихожей и туалетом это только для функции разогрева то есть другая совсем система организации быта человек должен был быть общественным существом и получать все на стороне домашний быт был заклеймен как мелкобуржуазный человек вообще не должен был в идеале проводить время у себя в квартире не было такого понятия личной квартиры для тех кто реализовал продвигал идею домов кому там были ячейки для сна вот у вас есть 6 квадратных метров когда вы пришли переночевали а дальше спорт общий еда общая культура общая библиотека общая вещи даже общие ну то есть постирали получили своего размера ну от кого досталось а чтобы вам не бороться за красивость пиджачка и вещи одинаковые одинаковые телогречки одинаковые штанишки все хорошо ботиночки одинаковые главное чтобы размер сократил это очень интересная тема но не гендерная женщина здесь вообще ни при чем женщина такой же объект управления в нашем обществе советском как и мужчина и ребенок и старики и пенсионеры и ветераны великой гражданской войны и так далее пожалуйста еще вопросы спасибо за лекцию если у вас мысли может быть исследование сравнение с жизнью и жизнью коммунальной с жизнью и естественно даже не встречал такого никогда я думаю что никто не сравнивает потому что это две вселенные что их сравнивать еще сравнивать Юпитер и какой-нибудь там Альфа-Центавра а одна Юпитер другая Альфа-Центавра я думаю что это несравнимые понятия несравнимые содержания можно изучать одно может другое но сравнивать бессмысленно но вы же не будете сравнивать автомобиль с мушкой дрозофилой а зачем хотя может быть даст интересное сравнение пожалуйста еще вопросы да вот вы говорили о системе поощрения сотрудничающих с советской властью и вопрос с какой вероятностью допустим простой рабочий мог бы служиться до управляющего завода условно и быть поощренным или все же имело место в большей степени какая-то династическая природа а с какой вероятностью унтер-офицеры царской армии мог бы служиться до командарма с той же Тухачевский Якир и так далее вполне было возможно все зависело от человека советская власть дала гигантские социальные лифты она вся сформировалась на социальных лифтах и в этом было ее цивилизационное значение она поломала все устои капиталистического общества династийные стратовые она создала новые страты новые династии с огромными социальными лифтами периодически прочищая в 37-м году хорошо почистила до этого немножко чистила после войны почистила ну так прочищались вертикали кого-то это радовало тех кто поднимался а тех кого расстреливали им наверное было грустно пожалуйста еще вопросы вопросы раз вопросы два вопросов есть у меня два уточняющих небольших вопросов в течение какого периода коммунальное хозяйство находилось под ведомством КВД или ее организационные и второе ведомственная кооперация она существовала до конца существовала не среди власти спасибо верностная кооперация до конца существования советской власти свободной нету ну скажем в советскую союзь свободной кооперации нету а еще я понимаю не могу ответить за стопроцентную уверенность но я не помню вот я быстро-быстро в голове прокрутил всю известную мне информацию я не помню ни одного там 60-х 70-х 80-х годов жилищного кооператива которые были бы не при учреждении заводе фабрики я не помню нет